Финты, выпады, уколы, звон, шпак разносятся по залу. Длина главного оружия соревнований 110 сантиметров, вес около 770 граммов. Для того, чтобы укол был засчитан, легкого прикосновения к сопернику недостаточно. Нужно надавить на противника наконечником, чтобы прозвучал сигнал, который по специальным проводам передается на регистрирующее устройство. Для детей очень важно, конечно, соревновательный дух поддерживать. И вот эти соревнования являются для них единственным в этом полугодии. А дальше в январе их ждет всероссийский турнир в Казани. Надеюсь, он состоится. И потом уже все в феврале первенство России. Выносливость, сила, скорость, ловкость, быстрота реакции по этим критериям определят победителя. Тренер школы Олимпийского резерва, мастер спорта по фехтованию международного класса Влада Власова, готовила к соревнованиям спортсменов с особым усердием. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этом полугодии это единственный шанс показать уровень подготовки фехтовальщиков. Говорит, этот интеллектуальный вид спорта называют шахматами на ногах. Поэтому обыграть соперника не так просто, как кажется. Фехтование довольно интересный вид спорта, потому что тут надо обмануть противника, нанести укол и не получить укол. То есть получается, что тут надо думать. И поединок проходит настолько быстро и незаметно, что даже не ощущается физическая нагрузка, которую получает спортсмен. Но когда спортсмен снимает маску, сразу же ощущает, насколько он устал после боя и насколько действительно он выложился в этом поединке. Восемь лучших спортсменов отправятся на всероссийский турнир по фехтованию на шпагах в Казань. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.